Европа Наполеоновской эпохи В то же время создавали свои великие творения Бетхоберт, Шуберт, Беберт, затем Шума, Медельсон, Шопе. Бетхоберт, произведение которого также прозвучало сегодня, не отдавалось равномочным событиям в восходящем Европе. Он и сам оказался захваченным в французском городе. В 1705 году войска Наполеона вступили в Бензу, а неделю спустя состоялась премьера бетхобертской опер-фидемии. Но венком было не до театра. Самой насущной заботой было усилить. Тяга уже в полукустой. Оккупанты задержались надолго, и несколькими годами позже Бетхоберт отказался играть для гостей французов во дворце аристократа Лихновского. Ему прекратили арестом, но Бетхоберт покинул замок ночью под проливной дождь, и, вернувшись домой, в дребезги разбил подаренный ему бюст Лихновского. Вот что написал Бетхоберт о Наполеоне. «Жаль, что я не разбираюсь в войском искусстве так же, как в музыке. Не то я победил». Итак, звучит музыка Бетхобена. Опус 119, богатэн соль минор. Исполняет Антон Бакаров, третий год обучения специалист «Живка». Классника выдавателя Ольги Васильевны Шамшурины. Детская музыкальная школа имени Ковалевского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ